Приветствую вас на своем YouTube-канале. Меня зовут Яна Добровольская, я психолог. И сегодня я расскажу вам, как не бояться конфликтов, а главное, как научиться их грамотно решать. Первое, что нужно перестать делать, это бежать от них, как от огня. Очень часто, когда назревают конфликты, мы начинаем как-то юлить, пытаться избежать разговора, отвлекаться, избегать общения. И, конечно же, нам не хочется испытывать негативные эмоции, портить настроение, не хочется рассориться в пух и прах. Но для того, чтобы научиться предотвращать конфликты, грамотно их решать и завершать, нужно понимать, как это делается. Для этого, собственно говоря, я сняла это видео. Вообще, вы, наверное, слышали, что существует целая наука конфликтологии, и за рубежом ее преподают в институтах, бывают магистры конфликтологии. И один из выдающихся конфликтологов, Кеннет Томас, выделил пять основных стратегий поведения при конфликте. Это соперничество, избегание, приспособление, компромисс и сотрудничество. Поговорим подробнее о каждой из них. Первая стратегия соперничества. И тут сразу нет для долгосрочных отношений, потому что жесткое отстаивание своих интересов может перерести в скандал. И вообще, самое главное в конфликтах запомнить, что ущемлять интересы своего партнера невыгодно в первую очередь нам, потому что это обязательно аукнется в будущем проблемами в отношениях. Вторая стратегия приспособления. Это когда мы не отстаиваем интересы, соглашаемся и сглаживаем конфликт. И, конечно же, если вы в процессе поняли, что суть конфликта вам не так уж и важна, то можно применять такую стратегию, но только не в том случае, когда вам истинно и искренне важно обсудить или решить этот конфликт. Третья стратегия избегания. Пожалуй, самая невыгодная для отношений, потому что она как можно сильнее оттягивает решение ситуации, выглядит как равнодушие, вообще она ничего не дает. И, по сути, она не дает нам предотвратить конфликт, просто поговорить. Очень часто мы можем сказать человеку, что нас не устраивает в моменте, и конфликта не будет. Так вот, избегание не дает нам такой возможности. При этом избегание – один из самых частых видов поведения при конфликте. И чем больше первый избегает, тем больше второй его догоняет и нападает на него. И таким образом конфликт усугубляется, либо второй тоже отстраняется, и тут вообще ни о каком решении конфликта речи не идет. Важный момент. В это сложно поверить, но и тот, который избегает, и тот, который нападает, имеют одну общую цель – сохранить отношения просто разными способами. Тот, который избегает, надеется, что он остынет, у него, может быть, кипят чувства, но он этого не показывает, он видит, что вы завелись, и он как-то надеется, что чуть позже будет лучше обсудить эту ситуацию или вообще ее не обсуждать. А тот, который нападает, он еще сильнее от этого злится, и вообще ему кажется, что если сейчас не поговорить, то вы вообще отдалитесь очень сильно, и впух и прав поссоритесь потом, и расстанетесь. То есть под обоими стратегиями лежит страх потерять отношения. Это важно понимать. И если хотя бы один партнер из двух посмотрит это видео, он увидит этот механизм и будет меньше избегать или, наоборот, меньше нападать. Четвертая стратегия – компромисс. Я их терпеть не могу. Я считаю, что компромисс убивает отношения, потому что в итоге никто недоволен, один человек постоянно уступает, а другой, соответственно, начинает этим пользоваться, и вообще у пары как бы пропадает необходимость до конца решать ситуацию. Вот пример. Девушка переживает и хочет поссориться с партнером или уже ссориться по поводу того, что ей нужно больше времени проводить вместе, а он хочет, допустим, общаться с друзьями, иногда видеться с семьей, и компромисс выглядит так, что он говорит, окей, я буду раз в месяц там видеться с друзьями, а все остальное время с тобой. Или он вообще говорит, окей, я буду только с тобой. И так бывает. И, конечно же, будет ли он доволен в итоге, будет ли он на 100% с ней, не будет ли она испытывать потом чувство вины, мы этого не знаем, скорее всего, нет. А может быть и да. То есть компромисс – это такая промежуточная стадия, и после нее нужно все-таки договариваться, и чтобы каждый партнер как бы выиграл-выиграл. Компромисс, да? Это когда один выиграл, а другой чуть меньше проиграл, а нам нужно, чтобы было win-win. Пятая стадия – это уже сотрудничество, как раз когда люди договариваются. Конфликт в психологии – это просто отсутствие согласия между сторонами. Это не война, не конец света, не обязательно абьюзивные или нездоровые отношения. Это норма в отношениях двух взрослых, здоровых личностей, со своими ценностями, со своим мнением, со своим прошлым. Это нормально, это благо, а не зло, потому что конфликт всегда ведет к изменению ситуации, как правило, к лучшему. Не всегда так получается, но если в паре возник конфликт, значит, вам правда есть о чем поговорить, что обсудить, о чем договориться. Важно понимать цель конфликта. Поводов поссориться может возникать по 10 раз на дню, но вы должны понимать сейчас, в общем контексте отношений, в долгосрочной перспективе, нужен этот конфликт вам или нет. Может быть, у вашего партнера сейчас тяжелый период на работе, либо в его семье. Может быть, вы уже обсуждали это, и вы просто не можете смириться с точкой зрения партнера. А может быть, вы сами можете справиться с тем, что он там не запоминает даты дней рождения ваших родственников, и конфликт здесь вообще будет не нужен. Но, конечно, если есть уже серьезные такие обиды, много эмоций, лучше их выразить, потому что они все равно останутся, и будут в такой токсичности уже проявляться в будущем, если это не проговорить. Говорите о своих чувствах. Вообще всегда и в отношениях, и в конфликтах. Пресловутые «я сообщение» работают. Это когда мы не говорим, ты такой невнимательный всегда, или ты такой вот какой-то там, а когда мы говорим, ты знаешь, в последнее время я переживаю за наши отношения, мне очень обидно, мне грустно, что ты не приходишь домой, когда мы договаривались. Можно дальше рассказать, как бы вам хотелось, или как было раньше. Раньше, когда это приходило вовремя, я знала, что ты спешишь домой, что ты рад меня видеть, так я понимала, что ты любишь меня. То есть тут мы говорим о своих чувствах и потребностях, и не заставляем человека оправдываться, защищаться. Мы просто максимально четко доносим ему свои чувства, для того, чтобы он понял их без искажения. Только не надо обобщать. Ты всегда такой грубый, ты всегда ко мне придираешься. Если мы хотим конфликтовать грамотно, то мы должны брать только одну ситуацию, и ни в коем случае не обобщать, потому что решить множество ситуаций за один раз у вас точно не получится, а вот хотя бы одну можно попытаться. Конечно, если открыто, честно говорить о своих эмоциях, и главное, своевременно, можно предотвращать и избегать конфликтов в самом лучшем смысле этого слова, потому что нерешенные конфликты, непроговоренные эмоции так или иначе влияют на близость во всех смыслах этого слова. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я была рада его для вас записать. Буду ждать ваши лайки, подписки, комментарии. С вами была Яна Добровольская. Всего доброго!